В древней спарте считали, что воспитывать мальчиков достойны только мужчины. Те же правила действовали и на Руси. У дворян при мальчиках находился дядька, а чуть позже гувернер. Мальчики из нишек, сословий, рано приобщались к мужскому труду и ремеслу. Сейчас настала эра женского влияния. Дома детьми занимаются мамы, в школах учителя, подавляющее большинство которых женщины. Как же из мальчика воспитать настоящего мужчину? Какие качества стоит прививать прежде всего? Об этом мы поговорим с психологом Ириной Ульяновой. Ирина Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Итак, очень интересно узнать. Сейчас на самом деле большое влияние на мужчин, на воспитание мальчиков, сначала юных, оказывают действительно мамы. Да, но вот вообще сам подход мужской и женский, они действительно вот так сильно различаются? Давайте посмотрим наш традиционный метод воспитания. Мама у нас, она более женственная, более мягкая, более уступчивая. Папа все-таки подход выбирает себе более жесткий. Если сказал, то сказал. Но для мальчиков очень важно воспитание. Наш именно традиционный, современный подход, то есть он должен быть комплексный. В воспитании должны принимать участие как мама, так и папа. А почему вот старые методы отходят, так сказать, в прошлое? Почему нельзя так же взять розги и научить тему разуму? Ну, я думаю, розги не совсем подходят. Ну, я условно говорю, конечно. К воспитанию. Ребенок все-таки, любой ребенок, будь это мальчик, будь это девочка, все-таки любит ласку. Но ребенка надо держать в строгости. Если мы совсем распустим его, то есть он сядет нам... Ну, что из себя представляет эта строгость? Значит, в чем различие между воспитанием мамы и папы? Мама в основном строит некие такие заборчики, неких приказов для ребенка. Не раскидывай игрушки, не пойдешь гулять, если не доешь супчик. Не-не-не. Не-не-не, да. Да, то есть они на такой заборчик между собой и ребенком строят. А папа, если папа идет с ребенком гулять на улицу, то есть он разрешает ему, как правило, бегать по лужам, завазить на деревья, передвигать через забор. Ну, а если нахулиганил, то лучше вместо десяти не один раз шлепнуть, да? Я думаю, что родители должны меры воспитания все-таки обговаривать и приходить к единому мнению. То есть если папа решил наказать ребенка, мама не должна осуждать этот метод наказания и не должна этому препятствовать. То есть если папа наказал, значит это должно быть так. Даже если папа, ну, скажем так, не прав с воспитательной, с педагогической точки зрения, да, то мама не должна это показывать ребенке, не должны выяснять отношения. Это в любом случае. То есть всегда все свои разборки должны проходить за кадром у ребенка. То есть то, что у них не согласие между собой, не должны это выяснять где-то, чтобы ребенок видел, что семья у них благополучная, что он любим в этой семье. И ребенок должен видеть, что родители все-таки стремятся к тому, чтобы была вот эта душевная теплота и забота о ребенке. И он как никогда лучше это будет все понимать. Часто сейчас, конечно, воспитываются дети, ну, в семье, где одна мама воспитывает ребенка. Да, это очень большая проблема. И вот в такой ситуации, например, мама может быть чрезмерно действительно ласковой, да, и мальчики бывают безхарактерными, безинициативными. И часто даже, когда взрослеют подростки, они говорят, что мы андрогины, то есть мы люди без пола, мы не можем определиться. Вот что это за тенденция вообще? Вот это уже слишком, какие-то крайне стекают. Ну, да, действительно бывает такое. Такое бывает и такое нередко случается. Ну, я считаю, всегда, когда приходят ко мне такие мамы и спрашивают, вот как мне все-таки сделать из моего сына настоящего мужчину, у нас ведь есть масса методов подражания. То есть у каждой женщины есть такие любимые мужчины, как братья, дяди, ее папы, дедушки, прадедушки, сосед, в конце концов. И она должна указывать, показывать, что они умеют. И именно подражанием, игрой воспитывать им мужские качества. То есть если девочка у нас, как и девочка, так и мальчик в маленьком возрасте, они помогают мыть посуду. Мальчик. Девочка застилает кровать. Если мама одна, и ей надо прибить гвоздь, мальчик всегда ей в этом поможет. Но самое главное, надо правильно показать, как это делать. И все-таки, ну, в этом случае, конечно, поможет какой-то пример для подражания. То есть сюда можно подключить к воспитанию либо брата, либо соседа, как я уже говорила, либо своего папы. Либо киногероя. Киногероя, конечно, да, но я все-таки вот... Сейчас прощипаева оказывают. Прощипаева, да. Наши вот блокбастеры, они все-таки призывают, чтобы мужчины у нас были какими-то супергероями. А мужчины у нас все-таки просто простые люди, с своими ошибками. С классикой тоже можно подчеркнуть, да, любая художественная литература. То есть надо читать с ребенком, надо играть с ребенком. Сколько свободы нужно давать ребенку для того, чтобы он, ну да, стал самостоятельным, принимал сам решение, как настоящий взрослый мужчина. Я не распустился. Да. Чем больше свободы, я думаю, вы даете ребенку, но под контролем. Не разболтается? Не разболтается. Ребенка все-таки надо контролировать. Его не надо сдерживать, ему не надо ставить какие-то рамки жесткие, давать ему свободу выбора. То есть ребенок у нас учится все-таки на своих ошибках. Хоть и говорят, что только дурак учится у нас на своих ошибках, но как уже в сокотах... Лучше, чтобы это к детям не относилось. К детям, конечно, не относятся, но свои шишки мы должны набить. Сколько шишек нам суждено поймать, столько мы все равно их поймаем. Интересно, а вот игрушки при воспитании мальчиков, особенно какие-то, имеют какое-то влияние? Я думаю, что да. Если мальчику подарить, например, на 23 февраля куклу, я думаю, что он не очень этому обрадуется. А если он вот сам потянулся к этой самой кукле? Пусть что-то играет. То есть для него опыт это будет очень даже хороший. То есть у нас как девочки, так и мальчики не должны выбирать чисто либо мужские игрушки, либо женские игрушки. То есть если девочка хочет ходить в каске пожарника, пожалуйста, это ролевая игра. То есть она должна на себе примерить все роли, которые дальше ей в жизни пригодятся. И мальчик также. У нас же есть очень много профессий, которые делятся, так скажем, на два пола. Да, это врачи, учителя. То есть если мальчик хочет быть, поиграть в учителя, его никогда не зовут, что он там, учительница. То есть это тоже роль его жизни, которая ему пригодится в дальнейшем. Вы сказали, что дети могут играть и девчачьими, и мальчишчими игрушками. Вот, например, в Швеции такая практика довела просто до абсурда. Сделали детский сад в Швеции, где теперь запрещено детей называть мальчик-девочка, только друзья. То есть пола нет? Как вы думаете, мы до такого не дойдем? Я думаю, что у нас до этого не дойдет. Нет. Нет, надеюсь, да. Все-таки, да, наши родители, сейчас у нас папы очень рано стали приближаться к ребенку, так скажем. То есть они ходят и на роды вместе с мамой будущего ребенка. Они очень активно пеленают, то есть меняют памперсы, нисколько даже не брезгуя. Начинают гулять с детьми. У нас, как правило, мужчины эмоции не очень умеют выражать. И подходят к ребенку уже, когда он начинает либо лепетать, либо уже там разговаривать, ходить и так далее. То есть сейчас у нас папы очень стали активно с ребеночком уже, младенцем, так скажем. Очень активно играют, развлекаются, читают, развиваются. То есть сейчас папы более в жизни ребенка стали у нас прибегать. Хорошо. И последний вопрос такой. Вот чего категорически не нужно допускать родителям для того, чтобы не вырос сын таким инфантильным, безвольным, в общем, не мужчиной. Я думаю, что не стоит не обращать внимания на своего ребенка. То есть мы, как родители, мы должны участие принимать, полное участие, мы должны отдавать себе полностью ребенку. Мы должны знать, что у него происходит в детском саду, какой круг общения у него в школе, какие проблемки. Надо замечать ребенка, что вообще с ним происходит. Потому что для ребенка самое главное, чтобы родители были участливы в его жизни. Это самое главное. Он будет чувствовать свою безопасность. А если ребенок безопасен, если он чувствует, что ему все хорошо, ему спокойно, то он, естественно, будет спокойно двигаться дальше по жизни. Спасибо огромное, что ты хороший совет. Спасибо большое, Елена Сергеевна, за ценную беседу. Об особенностях воспитания мальчиков сегодня мы говорили с психологом Ириной Ульяновой.